Сотовая связь становится все более популярной и занимает большое место в нашей жизни. Следовательно, нас в огромном количестве окружают разнообразные антенны. Не всегда для их установки хватает офисных зданий, и тогда многие сотовые операторы используют крыши обычных жилых домов. Довольны ли этим жильцы? Нет. И не просто недовольны, а бьют тревогу. Видновчане, проживающие в доме номер 35 по проспекту Ленинского комсомола, не один год обращались с этой проблемой в самые разные инстанции. Осталась последняя надежда заявить об этом во всеуслышание. Вот, пожалуйста, из каждого окошка у нас такой вид. Вместо улицы видна антенна. Вот так мы и живем. Потеряли вечерний сон, засыпаем все только в третьем часу. Головные боли постоянно, не только у нас там у старых, у молодой дочери 26 лет. Головные боли постоянно, недомогание, резко падает давление. Беспокойство надежды понять можно. Вместе с ней в квартире с видом на антенну сотовых операторов проживает семь человек, в том числе двое детей. Опасения о наносимом вреде здоровью разделяют и соседи. Если быть точнее, все жильцы последнего шестого подъезда дома 35 по проспекту Ленинского комсомола. Приемно-передающее устройство на пристройке к дому установили прошлым летом. А впервые антенны появились на крыше дома около шести лет назад. Кстати, без согласования с жильцами. С тех пор многие жалуются на неприятные ощущения ухудшения самочувствия. Весь подъезд перестал спать у нас. То есть у нас маленькие детки очень участились с заболеванием. Взрослые сильно болеют. Влияет это на телевизор. Постоянно даже когда мы ложимся спать, выключаем, и почему-то какой-то фон идет. Вот шума постороннего нет, все время как будто бы я нахожусь в эфире. Вот как раньше искали станцию в приемниках, и вот этот вот шум эфирный, вот постоянно он присутствует в квартире. От моей квартиры пять лет стояла эта станция, или как она так называлась? И вот у меня муж был здоров, все было нормально. И вот уже четыре месяца как его нет. Я не знаю, с чем связано, с этим, не с этим, но я считаю, что с этим. По решению управляющей компании ЖКХ с кровли базовые станции убрали. Но полностью решить вопрос о демонтаже антенн не удается. Хозяй видновчане неоднократно обращались в самые разные инстанции. Администрацию города, области, в администрацию президента, санэпидемстанцию, одни отписки, никто не в состоянии решить данный вопрос. На наше обращение мы до сих пор не получили, потому что мы не знаем точно, есть вред на эту антенну, нет ли вреда. Но мы все думаем, что это большой вред. Владелец коммерческой пристройки, на крыше которой в данный момент установлено панельное трехсекционное устройство, на контакт с жителями идет неохотно. Мы пытались поговорить с этим хозяином этой пристройки. Он с нами разговаривать не хочет по поводу того, что он сказал, что я как хочу, так я и буду делать. Я бы хотела прояснить ситуацию с установкой базы сотовых операторов на пристройке к дому 35 на ПЛК. О том, что нарушений при монтаже базовой станции по этому адресу нет, подтвердили и в региональном центре гигиены и эпидемиологии. Это именно установка базовой станции на пристройке к дому. Сложившуюся ситуацию прокомментировали в администрации городского поселения Видное. Согласно проведенных лабораторных исследований, превышение предельно допустимых уровней электромагнитных излучений не установлено. Мы должны, первое, руководствоваться с вами официальными заключениями, которые могут сделать подобные центры изучения благополучия человека. И второе, смотреть характеристики самого оборудования. Действительно ли оно дает подобные электромагнитные излучения, которые могут повлиять на здоровье людей. Поэтому мы доведем эту тему до конца и проинформируем жителей. Если предельно допустимые нормы будут превышены, то мы, обязуясь, уберем эту антенну с крыши вот этой пристройки. Может, станция сотовых сетей и не вредит здоровью напрямую, но такое соседство точно не приносит положительных эмоций. Неспокойная обстановка в доме, постоянное напряжение, мнительность, характерная человеческой психике, все это самым разрушительным образом воздействует на состояние организма. Стоит ли коммерческая выгода здоровью людей?